Добрый день, уважаемые коллеги. Рад всех приветствовать. Мы сегодня поговорим о мелкоколкулоклеточных саркомах мягких тканей. Начнем с эпидемиологии. На данном слайде представлена статистика Института Рицолия. И мы видим, что локализация мелкоколкулоклеточных саркомах мягких тканей разнообразна. То есть они могут возникать практически в любой локализации, в мягких тканях, висцеральные. Средний возраст возникновения данных опухолей 29-30 лет. И есть небольшое преобладание мужчин среди заболевших. Собственно, большие изменения произошли в классификации сарком с выходом нового Blue Book ВОЗа. И сейчас саркома Юинга и мелкоколкулоклеточные и голубоклеточные опухоли классифицируются по специфическим генетическим перестройкам, которые мы смогли обнаружить с помощью технологий секвенирования нового поколения. Собственно, саркома Юинга – это наиболее частая опухоль данной группы. Она характеризуется наличием перестройки гена EWSR1 с различными фьюжн-партнерами, наиболее частым из которых около 90% опухолей имеет химерный ген EWSR1-флеодин. И следующей по частоте является перестройка EWSR1-фч. Также в отдельные группы выделены круглоклеточные саркомы, которые имеют перестройку в гене CIC и Беку. Собственно, про саркомы Юинга подробно я рассказывать в данном сообщении не буду. Хочется только напомнить, что эта опухоль обладает специфической морфологией. Из мелких мономорфных клеток практически без какой-то определенной струмы. Ядра клеток с мелкодисмертным хроматином без ядашек. И данная опухоль характеризуется экспрессией такого иммуногистохимического маркера, как CD99, который не является специфичным для саркома Юинга, но крайне чувствительным. Также следует отметить, что в классификации 2020 года довольно подробно упоминается так называемая адамантинома-лайк Юинг-саркома, которая тоже имеет перестройку ЕВСР1-флеодин. Ну, подробнее о данной нозологии во второй части нашей сессии расскажет Ирина Вячеславовна Булычева. Собственно, саркома Юинга. На данном слайде мы видим типичную морфологию данной опухоли. Хочется сказать о иммуногистохимическом маркере НКХ-2.2. Собственно, в чем особенность? Данный иммуногистохимический маркер обладает примерно такой же специфичностью, ну, довольно низкой специфичностью, как и CD99, но мы видим, что CD99 – это яркое мембранное окрашивание, НКХ-2.2 – ядерное окрашивание, соответственно, интерпретировать данную окраску и использовать ее как дополнительный контроль довольно часто рекомендуется, в том числе нашими зарубежными коллегами. Также хочется рассказать о такой геномной перестройке, как хромоплексия. Собственно, перестройка гена EWSR1-флеодин может возникать вследствие хромоплексии, но также может быть вследствие ретипроводной трансфокации. Перестройка EWSR1-ф, которая выявляется примерно в 10% случаев саркомьюинга, возникает исключительно в результате данной сложной геномной перестройки хромоплексии. При этом происходит разрушение нескольких хромосом, которые затем соединяются в цепочки, петлевые структуры, и образуется химерный ген. Соответственно, данная пространственная сложная перестройка осложняет диагностику опухолей с данной перестройкой, так как до 50% результатов фиш-исследований не выявляют перестройный ген EWSR1 с фьюжн-партнером ЭВШ. Но при этом в данных опухолях практически в 100% случаев появляется экспрессия маркера ЭВШ, который является сосудистым маркером. И, собственно, дифференцировать данные опухоли приходится в том числе с ангиосаркомами, и необходимо использовать другие сосудистые маркеры, специфичные для данной опухоли, например, CD31. И рекомендуется данные опухоли использовать молекулярно-генетическое тестирование, такое как таргетное РНК-секвенирование. Собственно, основная часть моего доклада – это саркомы с перестройками CIC-DUX4. Данные опухоли отличаются как своей морфологией, иммунофенотипом, так и клинически. Они возникают примерно в том же возрасте, то есть медиана 32 года, но также 22% данных опухолей возникает у детей. Наиболее частыми локализациями являются мягкие ткани конечностей и туловища, и 12% из них висцеральные, и всего 3% возникают в костях. Собственно, на данном слайде мы видим макроскопически, как выглядит данная саркома, и магнитно-резонансную томографию, лучевую картину. Чем отличаются данные опухоли морфологически? Мы видим тоже мелкокоглоклеточную, голубоклеточную опухоль, которая имеет более выраженный полиморфизм клеток. Я бы назвал его умеренным. Ядра клеток обладают не таким мелкодисперсным хроматином. Могут быть заметны ядрышки в части клеток, и могут встречаться более полиморфные крупные ядра на большем увеличении, можем увидеть, и даже клетки, обладающие такими рапдоидными характеристиками. Также хочется сказать, что у данных опухолей ниже встречаемость морфологии с формированием розеткоподобных структур, как в совкоме Юинга классической, и довольно часто мы видим миксоидную струму. То есть в участках, где клеточность более низкая, мы видим такую нежную миксоидную струму. Как нам заподозрить данную саркому на этапе дифференциального диагноза и моногистохимического исследования? Раньше встречалось в литературе такое мнение, что обязательно должна быть либо слабая, либо практически негативное окрашивание CD99, которое отличается от того, что мы видим в классической саркоме Юинга. Собственно, вот так называемые патчи окрашивания. Часть клеток мембранная, яркое окрашивание, часть клеток не окрашиваются вообще. Но по новым данным, которые появились в литературе, мы видим, что в 23% данных опухолей может встречаться диффузная мембранная окрашивание CD99. Также особенностью данного типа опухоли является экспрессия Вильмс-Тумор. В 90% случаев мы видим диффузное ядерное окрашивание ВТ-1. И существует также суррогатная для данной генетической перестройки антитела. В 90% случаев мы тоже видим диффузную, яркую экспрессию данного антитела. Какие особенности клинические у данных сарком? КИКДУКС-4 позитивные саркомы имеют намного более худший прогноз, чем саркома Юинга. Хуже, значительно хуже отвечают на радио-дивантную химиотерапию. То есть 70% данных опухолей не достигают значимого процента некроза, который для данных опухолей является более 90%. То есть они оцениваются так же, как и остра саркома по модифицированной системе ХАОС. И 5-летняя выживаемость всего 43% по сравнению с 77% саркомой Юинга. Хочется представить клинический случай из, собственно, практики, потому что данные опухоли, несмотря на то, что постулируется, что они крайне редкие, тем не менее, когда работают референсные центры, которые попадают на пересмотр материалов от огромного количества клиник, мы видим образование в структуре комбуловидной мышцы, кость не задействована, была произведена корбиопсия, и мы видим, собственно, подобную картину, что мы видели на предыдущих слайдах, мелкая какого-клеточная голубоклеточная опухоль с слабым и местами умеренным полиморфизмом ядер, ядра мелкие без ядашек, местами мы видим миксоидную струму данной опухоли, на большем увеличении мы можем рассмотреть данный Тайпан-Бептат. При иммуногистохимическом исследовании в данной опухоли мы увидели диффузное мембранное окрашивание CD99, очаковое окрашивание ФЛИ-1, и, собственно, данное антитело к тоже продукту химерного гена ЕВСР-1, ФЛИ-1, и диффузное явко окрашивание ЭРЧ. Сосудистого маркера, соответственно, необходимо дифференцировать данную опухоль с совкома Юинга с перестройкой ЕВСР-1 и ЭРЧ. И, что самое интересное и диагностическое важное, мы видим яркую диффузную экспрессию ВИМ-стума. Другие антитела, которые были использованы при дифференциальном диагнозе на данном слайде, мы видим, они негативные, поэтому я не буду подробно показывать. И было произведено фиш исследования, перестройки гена ЕВСР-1 не выявлено. Соответственно, иммунофенотип данной опухоли позволил нам предположить, что мы имеем дело с КИКТУК-4, перестроенной совкомой. В данном случае наиболее ценным в данном случае является для диагноза экспрессия ВИМ-стума. Хотелось бы сослаться на данную статью. Мы видим, что в 40 кейсах КИК-перестроенных сарком экспрессия ВИМ-стума наблюдалась в 95%. Опухолей при этом в классической саркоме Юринга 0 из 37 случаев. И, собственно, для чего нам необходимо дифференцировать и знать о данном типе сарком. КИК-перестроенная саркома имеет значительно худший прогноз, но при этом в настоящее время неоадивантная химиотерапия не отличается от классической саркома Юринга. И, соответственно, вопрос, который можно было бы поставить перед коллегами-клиницистами, оптимальным ли будет в данном случае хирургическое лечение данных опухолей и насколько важна нейроадивантная химиотерапия при совкомах с данными перестройками. И самое главное, что хотелось бы отметить в конце моего доклада, что КИК-перестроенная, БИКУР-перестроенная и саркома с перестройками не ИТС-семейства больше не классифицируются по новой классификации, как Юинк-лайк саркома. Главными морфологическими признаками, которые помогают заподозрить данный диагноз, являются нетипичные для классической саркома Юринга такие, как появление вероятиновидных клеток, ядерная атипия и стромальные изменения. Важно помнить, что КИК-перестроенная саркома имеют худший прогноз, и мы можем данную перестройку подтвердить с помощью фиш-исследования. И также необходимо помнить, что не все мелкококлоклеточные саркомы и мягких тканей можно классифицировать среди данных перестроенных сарком. И недифференцированная и неглассифицированная мелкококлоклеточная опухоль она все еще существует в классификации и является диагнозом исключения. И нам необходимо помнить, что данные типы опухолей, такие как КИК и БИКО-перестроенная, выделены просто потому, что они наиболее частые. Но, тем не менее, в редких случаях нам приходится ставить диагноз недифференцированной саркомы. Ну, собственно, все.